А мужчина должен всегда отдавать силы жене. Взамен получает энергии любви. То есть волевая энергия, энергия усилий, настроение, оно же постоянно падает у людей. Мужчина есть возможность поддерживать настроение, потому что у него, так на него влияют планеты. То есть, например, с мужчиной связано Солнце и Марс. Солнце дает мужчине оптимизм, врожденный оптимизм у мужчины от Солнца. А Марс дает волевые усилия, силу воли. А у женщины слабые эти планеты играют. На нее сильно влияют планеты, поддерживающие энергию любви. То есть Луна дает способность быть близкой к кому-то, близкие отношения с Трою. Допустим, и Венера дает счастье, наслаждение в отношениях. Это женская энергия. Но энергия любви и наслаждения может течь в отношениях только тогда, когда есть оптимизм, позитивный настрой. А женщина на часто пессимизм уходит. Ей очень трудно оптимизм поддерживать, потому что у нее на это не хватает силы воли. То есть она может быть печальной, не давать энергию любви, потому что у нее не хватает силы на это. Она устала от всего. Так как она устала от всего, кто может ей помочь в этом? Только муж. И поэтому мужчина, он должен рядом с женой всегда быть счастливым, оптимистичным, радостным. Всегда зажигать ее настроением, заботиться о ней хорошим настроением. Всегда ее подбатривать. Говорит, ты у меня самая красивая, здорово, все хорошо. Она говорит, да, а я думала плохо. Ну то есть она у него выкачивает это настроение постоянно, требует еще внимания и заботы. Мужчина должен, поэтому он постоянно активно должен сражаться, постоянно пытаться просить у нее прощения. Она будет у него тянуть силы все время, не прощать. И таким образом строятся отношения. Потому что женщина всю эту энергию, которую от мужа взяла, она потом куда тратит? На то, чтобы готовить, стирать, убирать, заботиться обо всех в семье. Она эту энергию, радости, чтобы муж к ней хорошо отнесся, она зарядилась этой батарейкой и пошла заботиться обо всех. Все. А мужчине вот только надо батарейку эту женскую подкрепить. Если мужчина думает, что женщина сама должна быть оптимистичной, он говорит, улыбайся, что ты все время ходишь кислая. Это женская природа ходить кислой. Это мужская природа улыбаться. Мужчина должен улыбаться. Единственное, что мужчине нужно, это от женщины нужно право быть мужчиной. Потому что иногда женщина, она думает, я могла найти бы себе и получше. И когда она так настроена, то тогда она игнорирует своего мужа как источник вдохновения, силы и перестает его считать опорой, своей опорой. И начинает опираться на саму себя или на кого-то другого. Женщина, имейте в виду, что мужчина не может сам себя благословлять. Для того, чтобы ему побеждать судьбу, а именно мужчина побеждает судьбу, ему нужна помощь. Помощь означает, ему надо дать эти полномочия, надо ему сказать, ты у меня можешь все, ты у меня способный. Даже если он ленивый такой и не работает, все равно она должна его вдохновлять, стараться, говорить, что ты у меня источник победы над судьбой в доме. И когда она так вот настраивает его, он постепенно, постепенно начинает раскачиваться и начинает жить правильно. Женщина является вдохновляющей силой для мужчины. Но если женщина разочаровалась в нем и считает, что он ни на что не способен, то он тогда вообще в отружку превратится. Вот смотрите, вот видите, сколько женщина требовала от мужчины, сколько просьб, да? Она перечисляла, там много-много-много всего. А теперь смотрите, оказывается, мужчина тоже что-то хочет от женщины, всего одного. Одну вещь всего хочет. Представляете, только одну вещь женщина должна сделать для мужчины, чтобы он был счастливым. Хотите узнать? Слушайте. Будь пожалуйста, послави. Будь пожалуйста. И тогда я говорю тебе, как чудо запросто. И тогда я вымахну в гостер, встану особенно изгоняющего долгого судьба судьба судьба. Я решил знал все неизвестное, а все безрассудное. А в мере прошлого, встану, разговаривающего из вас судьб. Он говорит, ты же сильнее, умнее, ты же лучше, чем я. Ну будь пожалуйста, послабее. Ну будь пожалуйста, я тогда все для тебя сделаю. Я тогда смогу для тебя все... Ну будь пожалуйста, послабее. Ну послабее означает давать право мужчине быть сильнее, умнее, разумнее, крепче, принимать решения. Ну дать возможность мужчине напрягаться, а сама расслабься. Потому что женщина, она в чем ее красота женская? В расслабленности. И даже энергия лени в женщины естественно и гармонично течет. Энергия лени ее украшает. Расслабленность, такая ленивость, неторопливость. Поэтому женщина не дружит со временем. Ей некогда спешить, она не может. Потому что она должна быть красивой. А красивая означает не напряженная, не суетливая. Это мужчина, он напряжен, бегает, прыгает. А женщина делает все спокойно. Поэтому она всегда опаздывает. Это природа женщины, опаздывает. В основном все женщины опаздывают. Потому что они должны быть красивыми. Женщине очень тяжело напрягаться, допустим, рано вставать. Даже для здоровья, даже для красоты все равно тяжело. Потому что расслабленное тело у женщины, ей тяжело рано вставать. Напрягаться тяжело. Потому что женское рождение предназначено для отдыха, от напряжения. Женщина рождается, в женском теле человек рождается для того, чтобы быть счастливым. И все. Отдохнуть от всяких трудностей, проблем. Потому что трудности и проблемы человек, для того, чтобы их иметь, рождается в мужском теле. Он должен выстоять. И поэтому Бог наделяет мужчину. Чем больше мужчины к трудности, тем он здоровее. Он крепче становится от напряжения. Мужчина всегда лечится, когда бегает, прыгает, занимается спортом, закаливается, лежит на твердом. Когда он терпит какие-то лишения в жизни, он всегда становится здоровее, сильнее, крепче и лучше. А женщина всегда становится счастливее, когда она вступает в гармонию. Например, если ей надо двигаться, то это танцы, чтобы она двигалась с музыкой, гармонично. Потому что женщина получает здоровье от энергии красоты и счастья, а мужчина от аскез. Когда мужчина аскез совершает, она становится здоровее, крепче. Женщина аскез совершает, она устает и становится несчастной. Поэтому женщине нужна творческая сила. Если женщина чувствует творческую энергию, она может и зарядку делать, и бегать, и прыгать, все то же самое, что мужчине. Но она должна это делать в энтузиазме, в радости. Ее кто-то должен на это вдохновить. Таким образом, мы очень разные, и поэтому мы должны очень глубоко изучать эту тему, пытаться друг другу помогать, заботиться друг о друге. Тогда энергия счастья будет течь в отношениях. Но для того, чтобы это все делать, нужна внутренняя жизнь. Потому что люди в основном, они зависят друг от друга. Семейная жизнь находится в замкнутом пространстве. Если между нами нет счастья, значит его негде взять. И древняя культура говорит, что человек должен учиться счастье брать из отношений со святостью, с Богом, с чистотой. Нужно учиться молитве, учиться ходить в храм, учиться ходить туда, где есть чистое и светлое. Когда человек получает отношения с чистотой, со святостью, тогда он может возродить любовь в семье. А если он надеется и верит только на близкого человека и думает только о нем, тогда в этом случае получается замкнутый круг. Люди, замыкаясь друг на друге, разрушают свою судьбу. Нужно отвлечься от близкого человека в тот момент, когда наступают трудности. И пойти туда, где можно насытиться счастьем, энергией любви. Часто в современной психологии говорят, что этой энергией любви надо насыщаться от любовницы или любовника. Нет, это неправильный метод, это разрушает любовь в семье. Это то, что уничтожает семью. Надо насыщаться энергией счастья от Бога, потому что к Богу нет ревности, нет зависти. Никто не будет против того, чтобы близкий человек получал счастье от чего-то возвышенного, светлого, чистого в жизни.